Уважаемые коллеги, здравствуйте. По иронии судьбы сейчас начинаем комитет по развитию бизнеса. Только что стало известно, что центральный банк поднял учетную ставку с 13 до 15%. Неожиданно сразу скажу, но мое мнение какое, что мы наоборот должны использовать эту возможность, потому что традиционно именно в такие периоды компания всегда хорошо растет. И в этот раз предлагаю такую же стратегию оставить, давайте все это обсуждаем. И в этот год и на следующий, потому что я знаю, от нас этого ждут и наши риэлторы, чтобы компания развивалась, росла, была сильной, мощной. Я знаю, и партнеры заинтересованы в нашем росте. И в целом, на мой взгляд, несмотря на такие действия, государству выгодно, чтобы бизнес развивался. Второй вопрос, что не всегда условия для этого создаются, но желание точно такое есть. Поэтому мы не будем менять наши стратегии. Мы прекрасно понимаем, что, возможно, у нас снизится маржинальность. Это на сегодня уже очевидно просто. Мы прекрасно понимаем, что мы будем испытывать такие возможные нюансы, связанные с планированием. Потому что сейчас достаточно сложно предсказать рынок. Но параметры мы сейчас перед совещанием говорили с нашей аналитической службой. На основании предыдущих кризисов, что мы прогнозируем? Это примерно снижение потоков к предыдущему году, к этому пока действующему. Если так про 2024-2023 году, примерно на 15-20% в первом полугодии. Дальше мы все-таки считаем, что где-то во втором квартале рынок будет уже существенно восстанавливаться. Потому что ни разу не было такого, чтобы рынок недвижимости в течение 6 месяцев не проходил вот эту стагнацию по спросу. Потому что это базовая потребность в жилище. Все-таки люди все равно покупают, все равно женятся, рожают детей, устраиваются на другие работы. Ну и отрицательные какие-то моменты в жизни бывают, что тоже провоцируют спрос на недвижимость. Поэтому в этом никаких сомнений, абсолютно никаких и нет. Дальше. Важно уже сейчас, сейчас хотел обратиться к руководителям наших городов сети. Сделать наоборот инвестиционную стратегию активную. Мы все знаем, что традиционно в такие периоды конкуренты где-то уменьшают активность. И наоборот, здесь мы должны в противофазе работать. Потому что мы уже знаем, что в этом году как никогда реклама подросла. Техника вся, ну все подросло в цене просто космически, если честно. И поэтому здесь, я думаю, что многие там не смогут вот этот темп удерживать. Мы наоборот, как большая, мощная, сильная система, должны здесь эту возможность использовать. И, конечно, касаемо клиентского сервиса, самый важный вопрос. Наоборот, когда рынок сужается, важно становится качество сервиса. То есть на сегодня это будет главное конкурентное преимущество. Сейчас давайте откровенно, когда рынок был таким сверхактивным, достаточно было просто сказать, что ты риелтор, да, и что ты делаешь, клиент тебе шел. Сейчас, я считаю, при таком сжатии рынка на первое место выйдет клиентские вопросы. Насколько мы эффективно работаем, насколько хороший продукт у нас. Как правильно мы понимаем рынок, понимаем клиента, выстраиваем взаимоотношения с ним. Вот, поэтому, несмотря на то, что это все неожиданно, не ожидал, я скажу прямо, был в Госдуме в понедельник, сидел, слушал руководителей министерства финансов, Минэкономразвития, советников президента по экономическим вопросам. Вот, и после всего этого у меня возникло полное ощущение, что учетную ставку, наверное, вообще еще и понизят. Вот, реальность предвзошла все ожидания. Вот, поэтому ничего, опыт не буду в следующий раз. Поэтому, уважаемые коллеги, давайте обсудим стратегию дальнейшего роста компании этажи, всех риэлторов, сотрудников компании этажи, управленцев, административных сотрудников. Также могу заверить, что все нормально. Я думаю, что вот эта вся история, такая фаза высоких ставок, откровенно высоких ставок, когда я добавлю после, вот на мой взгляд, пограничная ставка это 13-14%, все-таки учетная ставка 15%, это много. То есть, это объективно повлияет на рынок, на ценную недвижимость. Мы все понимаем, что если они, исходя из логики, они точно должны упасть незначительно, но, а может быть и значительно, я такое не исключаю, сразу скажу. Вот, поэтому, ну, посмотрим, как все это будет происходить. Поэтому, давайте приступим к работе и обсудим стратегию роста компании этажи. Спасибо. Спасибо.